МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Свечи". Непременный атрибут Нового года и Рождества. Свечи с подходящей символикой тем более. О том, как превратить обычную свечу в красивую, новогоднюю, нам расскажет Семенова Ольга. Ольга с детства тяготела к творчеству. В настоящее время ее хобби – создание свечей. Увлеклась ими Ольга два года назад. С тех пор экспериментирует с разными материалами, формами и фактурами. Здравствуйте! Меня зовут Лара Хаметова, и вы смотрите передачу «Гостиная». Я продолжаю коллекционировать сюжеты, посвященные свечам, и у меня в гостях замечательный человек – Ольга. Ольга, здравствуйте! Здравствуйте, Лара! Я предлагаю сегодня поговорить о декорировании свечей, потому что свечи мы уже и лепили, и отливали. Это было в предыдущих сюжетах. Оль, расскажите, пожалуйста, какими способами и чем можно декорировать свечи? Можно? С удовольствием. Но сегодня я предлагаю поговорить о декупаже. То есть о конкретной технике декорирования свечей? Да. Тем более, что есть два способа декорирования свечей в этой технике. Даже так. Будет интересно послушать. Итак, первый способ в чем заключается? Первый способ заключается в приклеивании сюжета специальным клеем для декупажа по свечам. Он содержит парафин, и изображение, тот декор, который мы приклеим на свечу, будет загорать вместе со свечой без копоти Гарри. Это специальный клей, который рекомендуется использовать для свечи. Понятно. То есть техника остается в общих чертах то же самое. Мы вырезаем некий элемент и наклеиваем его на поверхность. Используя специальный клей. Свечи какие подходят для этого? Любые свечи из парафина, из теорина, цветные, белые. Любые свечи, которые вы хотите за декорирование. На темной свече будет виден такой рисунок? Конечно, он будет менее ярким, но для свечи это вполне приемлемо. Понятно. Итак, какой сюжет мы выбрали? Мы готовимся к Новому году, у нас новогодний сюжет. Так же, как при привычной технике купажа, мы обрываем изображение, для того, чтобы стыки были менее заметны. Это обычная дверехслойная салфетка. Да, мы с нее уже сняли нижних два слоя, и работаем только с красочным слоем. Он остался только верхний слой. Мы такой большой фрагмент выбрали. Да. Мы будем декорировать большую свечу или маленькую? Мы будем декорировать большую свечу, и как раз этот фрагмент должен закрыть свечу полностью. Обязательно ли это принцип, закрывать свечу полностью? Не обязательно. Можно наклеивать элементы? И мы это рассмотрим во второй свече. Угу. Во второй варианте. Здесь мы используем салфетку. А подходит ли для такой техники докупажная карта? Тоже можно использовать и докупажную карту, и рисовую бумагу. Но салфетка будет смотреться более естественно. Угу. Она более тонкая, и лучше ложится рисунок. Изображение закрыло ее целиком. И стыка. Надеюсь? Надеюсь, практически мы будем. Угу. Оль, а с верхним краем мы что сделаем? А мы его укоротим сейчас. Это делается до наклеивания, да? Да. Лучше сразу укоротить до необходимой длины. В принципе, салфетку можно наклеить и на верхнюю часть свечи. Угу. Но складки... Ну да, это будет не очень красиво. Обрываем верхнюю краю. Чем наносит клей, Оль? Кисточкой, плоской синтетической кисточкой. То есть, как обычно? Да, как обычно. И начинаем мы клей наносить с какой части? Со стыка? Нет, мы начинаем наносить клей с середины, но мы еще не закончили процесс примерки. Угу. Нам нужно убедиться, что изображение, которое мы выбрали, оно полностью подходит. Полностью ложится. Под размер свечи нет никаких лишних кусочков, которые будут выступать. Угу. Да, если мы декорируем свечу неправильной формы, то удобнее всего использовать отдельные изображения, отдельные элементы. Ну вот так будет выглядеть готовая свечка. Готовая свеча. Угу. Мы наметили полностью наряд для нашей будущей свечи и начинаем приклеивать салфетку. Угу. Мы берем клей для токупажа. Мы работаем тонкой кистью? Это удобнее? Удобнее работать тонкой кистью, потому что клей очень жидкий, салфетка быстро намокает и растягивается. Клей мы берем достаточно на кисть, но излишки обязательно снимаем. Угу. Чтобы салфетка намокала не очень быстро. То есть кисть не сухая, но и с нее не должно копать. И так постепенно, шаг за шагом, мы разгоняем пузырьки и разглаживаем складочки. Идем сначала в одну сторону, а потом в другую, от середины намеченную. Да, сначала мы от середины пройдем к одному краю, полностью приклеим. Угу. Потом будем работать в другую сторону, до стыка. Угу. После того, как клей высохнет, 15-20 минут можно пройти, мы сможем дополнить наш декор специальными красками для свечей. Вот этими, да? Да. Можно использовать какие-нибудь другие краски, акриловые, обычные? Можно, но нежелательно. Специальные краски содержат в своем составе парафин, и, соответственно, декор будет сгорать вместе с свечой без копоти и гари. При использовании акриловых красок могут выделяться неприятный запах и копоть. Хорошо. Пока свеча сохнет, я попрошу вас рассказать, наверное, о втором варианте декорирования свечи. Существует второй способ декорирования свечей в технике декупаж. Для этого нам понадобится свеча. Еще одна? Да. Помимо той, которую декорируем? Ее нам нужно зажечь. Угу. И ложка. Так, зажигаем свечку. Угу. Пока огонь разгорается, мы подготовим изображение, которое будем наклеивать. Мы также используем салфетку. Угу. Мы сняли два нижних слоя. Используем только слой с изображением. Угу. Угу. Декорировать мы будем такими снеговиками. Угу. Мы вырезаем изображение? Я думаю, что мы изображение оборваем. Угу. Обрываем так, чтобы оно хорошо вписывалось на декорированную поверхность. Да. По размеру и по форме. Угу. У нас получатся три отдельных элемента. Угу. Наша работа будет заключаться в следующем. Ложку мы будем нагревать над свечой. Угу. И разогретой ложкой приклеивать изображение. Под воздействием тепла верхний слой парафина будет немножко подплавляться, пропитывать салфетку и тем самым приклеивать ее. А на изображении не останется черный фрец? Мы будем над огнем держать одну сторону ложкой, а работать другую. Вот с чем хитрис. Понятно. Мы накладываем нужное изображение на свечу. Лицевую сторону вверх. Угу. Выравниваем. Берем ложку. Греем на свечу. Мы берем ложку, она немножко закоптилась. И начинаем водить по изображению. И мы видим, что парафин, верхний слой парафина немножко подплавляется. Да, это видно. И приклеивает изображение. Круговыми движениями работаем по изображению. Можем подправить пальцем. Сображение будет суперклеем. Может быть, все нужно. Я могу сама попробовать сделать такого снеговика. Конечно. Так, это будет где-то здесь. Взяла маленького, чтобы если напортачить, то совсем немножко. Можно. Грею ложку. Увереннее, сильнее. Надо сильно нажимать. Круговыми движениями. Комой снеговик тоже готов. Ну-ка, кроме эти работы, хорошо? Очень хорошо. Осталось приклеить третьего снеговика. Угу. Ну что, пришло время поработать контурами и красками. Угу. Возвращаемся к первой свече. Для декора этой свечи мы добавим имитацию снега. Угу. У основания свечи, используя контур белого цвета. Угу. Сначала мы нанесем достаточно толстый слой, потом поработаем чесночку. Угу. Здесь важно не смазать изображение, которое я наносила. Угу. Здесь важно не смазать изображение, которое я наносила. Тоже не на каждую лапку, да, не стоит никаком закрашивать ее. Все по-вашему желаю. Угу. На крыше домов. Краска достаточно густая и сохнет долго, поэтому требуется аккуратность в работе, чтобы не смазать еще не высохшее изображение. Я думаю, что мы еще можно дополнить снежным декором свечу сверху. Чтобы немножко скрыть стыд, да, салфетки с поверхности свечи. Вот такие новогодние свечи у нас получились. Замечательно. Осталось дождаться, пока краска высохнет, и можно опробовать их в действии. Спасибо, Ламуль, большое. Приходите к нам еще. Спасибо. Обязательно приду. А с вами была Лара Хаметова. Хороших вам праздников. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok